Ребята, в последнее время не было время заниматься видео, и выкладывался какой-то кал. Я заметил, что вы были не очень довольны, но я обещаю справиться. Это все случилось 9 мая 2016 года. Я приехал с набережного дома, и по причине того, что было как-то жарковато, лег не как обычно на кровать, а постелил себе у окна в комнате. Подчеркнул, что до этого в моей квартире ничего аномального не происходило. Жена, правда, рассказывала про несколько неловких, но так как я не сталкивался с ними сам, то был не склонен верить в это. На тот момент дома находилась жена, которая на тот момент уже видела десятый сон, и маленький котенок, который по привычке лег ко мне в ноги. Я задремал, сон долго не шел. А так как сплю я очень чутко, то естественно, я проснулся от легкого шороха в углу комнаты, противоположной стороне от меня. Причем шорох был необычный, как объяснить. Как будто шорох подуло пол, как-то так. Лежал я лицом к окну, и как трухануло, поворачиваюсь, так как парень я впечатлительный. На этом вроде бы все кончилось. Как наивно я надеялся. Через несколько минут я почувствовал, будто в комнате что-то есть. Точнее, это что-то прям за мной. И я все-таки решил перевернуться и, так сказать, встретиться со страхом лицом к лицу. Сквозь прищуренные глаза я стал всматриваться в темноту и просто оцепенел. Рядом со мной сидела на корточках маленькая девочка. Я не могу рационально объяснить. Но я точно видел ее розовое платье и огромные бусы. Хотя было очень темно. Лица не было видно. Волосы были ниже плеч. Ростом она была. Как обычный ребенок в возрасте 7 лет. Она меня не трогала. Просто сидела и смотрела. И от страха не мог двинуться. Даже дышать мог с трудом. В таком оцепенении я медленно подошел к кровати, где спала моя жена. Постоял около него. Тогда я заметил, что она чуть гордилась. Сказать, что я был на самой высшей точке страха, не сказать ничего. Это ад, когда ты лежишь и не можешь пошевелиться ни одной частью тела. А когда эта сущность подходит к твоему любимому человеку, то она опять ничего не делала. А просто смотрела. А потом легко развернувшись, пошло в коридор. И прошло сквозь стену к соседям. Отойти я мог еще не скоро. По моим подсчетам, минут через 20 где-то. Тут же закричал. Ну в общем, у меня была продолжительная истерика. Потом я естественно спрашиваю у соседей. Но никто ничего не слышал. Про маленького ребенка. Уже прошел год, а я до сих пор думаю, что это было. И зачем она приходила. Если кто-нибудь с таким сталкивался, скажите пожалуйста. Меня это мучает уже год. Субтитры сделал DimaTorzok